Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Данила, и вы на канале Yeti 2.0. Сегодня у нас вновь Remetta, он же Camarade на французский манер для российского рынка. Remetta это международный такой бренд, за рубеж, скажем так. И сегодня очень интересная моделька, которая называется Be Pchela. Вот такой вот симпатичный ножичек, и вы спросите, а при чем здесь пчела? Что здесь от пчелы? Рассказываю. В данном ножичке у нас с вами есть вот такое титановое жало. Написано, что это зубочистка, но на самом деле это штуковина, чтобы где-нибудь в общественном питейном заведении или пикничке натыкать этим сыр, оливочку, колбаску, либо еще что-то. И в принципе мне применение данного ножа видится именно вот таким вот, что вот нарезать где-то небольшую закусочку, не сильно тяжелый, для повседневки именно такой, чуть-чуть пожевать. Собственно, купить все это дело пока можно только в группе ВКонтакте. Также хочется сказать, что в ближайшее время должна появиться бюджетная версия данного ножа тоже с вот этим самым жалом, но на G10 и со сталью Sandvik. Этот вариант подороже с M390, вот такой вот симпатяга. И, собственно, сайт производителя нам предлагает только два варианта. И отличаются они только тем, где у вас написан бренд. Либо на клипсе, либо вот здесь вот на клинке. Других опций и вариантов нет. Так, давайте поговорим по характеристикам. В Титании данный нож весит 95 грамм при 102 миллиметрах длины и 12 в самом толстом месте. Короткий бэкспейсер, темлячный штифт. Клипса у нас не очень глубокая, но достаточно удобный нож располагается на кармане. На противоположную сторону не переставляется, поскольку здесь у нас есть то самое титановое жало, собственно, из-за которого нож называется B, пчела. Собственно, вот такая вот зуботычка. Зуботычка, но, как правильно говорят, металлом ковыряться в зубах такое себе. Это больше подходит для того, чтобы накалывать где-то какую-то еду, оливочку и немножечко жевать. Как говорят, не ешь с ножа злым будешь, но про зубочистку из титана ничего не сказано. Здесь у нас есть пружинка, за которую, собственно, вот этот выступ и защелкивается. Финиш у нас orange peel, апельсиновая корка, целлюлит, кому как больше нравится. Фасочки все сняты и открывать все это дело можно либо за флиппер, либо можно это дело открывать за шпенек. Мне и то, и то удобнее. Относительно формы клина. Вообще, это шипсфуд. Но вот такой шипсфуд мне нравится. У меня уже достаточно давно есть вот такой замечательный нож по дизайну Ти Джей Шварца. И он мне очень напоминает по форме клин. Да, плюс там можно, ну, сюда же немножко подтянуть эти керши 777, как они, Бернакл. Вот, примерно то же самое. Собственно, в оси у нас однорядный керамический подшипник в пластиковом сепараторе. Здесь у нас 76 миллиметров длины клина. 67 из них полезных, поскольку есть чойл. Вот так ложится в руку среднего размера за чойл. Замок у нас фреймлок, стальной каленый сухарь, керамический шар Ди Тента. Здесь все с этим в порядке. Нож вот, ну, мне очень нравится. Даже вот бюджетка, я думаю, что будет прям супер. 2,9 в обухе, сталь М390. Видите, вот там внутри маркировочку 59,61 единица. Финиш клина Stone Wash такой, причем после песка. Пальцы чуть-чуть остаются, но это вот буквально до тех пор, пока у вас здесь такая постоянная жирная пленка не образуется. Сведение 0,3, 27 миллиметров ширины и 22 из них это прямой спуск. Резать эта штуковина будет классно и справляться со своей вот этой вот барно-пикниковой нарезательно-поедательной функцией, я думаю, будет справляться отлично. Для лучшего понимания габаритов данного ножа предлагаю сравнить его с другими известными ножами. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok С характеристиками здесь все хорошо, мне нравится компактный, небольшой такой ножичек. Мне он именно нравится в Титане. Вот этот финиш Orange Peel, вот эта апельсиновая корка, она очень хорошо скрывает все царапины. Давайте мы с вами нож разберем для того, чтобы уже составить о нем какое-то более полное впечатление. Так, ну я думаю, тут все будет совсем без сюрпризов. Не единственное, вот интересно, как они сюда эту пружину засунули. А так, думаю, все будет стандартно. Очень люблю такой вот простецкий конструктив. Блин, супер! Везде все, где надо, облегчено. Везде, где можно убрать, все убрали. Вот здесь держатся у нас клипсы. Даже здесь убрали. Подложка под подшипник, стальной каленый сухарь, керамический шар детента. Вот здесь, если очень сильно присмотреться, ну даже, наверное, не очень сильно, а в принципе присмотреться, видны следы фрезы. И вот здесь вот немножко запилы. У внутряночки такое может быть. Сразу вам покажу, расскажу. Так, значит, сам клиночек. Так, однорядная керамика. Это радует. Керамика, правда, нет, стандартная керамика. Так, здесь у нас что? Здесь у нас все хорошо снято на ЧПУ. Маркировка стали. Пита у нас... Не вижу. Пита у нас радиусная. Это здорово. Это говорит о том, что вот тут вот сильно присмотреться. Есть отметина. Это вот куда сухарь дошел и дальше просто не может. И при нагрузках его будет задавливать все-таки к центру клинка, а не наружу. Клиночек суперски сделан. Вот здесь тоже все фасочки сняты. Так. Значится, значит, сам. Упорный штифт. Вот такой вот маленький симпатичный спейсер. Спенсер, спенсер. Так. Ну, здесь все очень просто. Вот такая забавная пружинка. Она вот так толкается. Не знаю, будет вам видно или нет. Все работает супер. При этом ее легко заменить. Сделано все супер. Даже вот здесь фасочки внутри все сняты. Вот здесь вот чуть-чуть какой-то облой. Вот я его раз столкнул и все как бы облой. Это такой некий заусенец, который образуется при... Как это сказать? При обработке. Единственное, знаете, что... Вот осевой с одной стороны глухой. И я его без проблем могу крутить. Если он вокруг своей оси крутится, у него нету, получается, никаких антипроворотных дел. И если его посадить на фиксатор при разборке, у вас могут возникнуть проблемы. Это нужно учитывать. Все здорово. Понравилась реализация и там всех облегчений, и тому, как сделали вот этот отсек. Единственное, к чему я могу придраться, это, разумеется, отсутствие антипроворота на осевом. Да, что посадив дело на фиксатор, проблемы у вас однозначно возникнут. Нужно как бы это помнить. Но эта штука тоже решается. В смысле, вы когда разбираете, во-первых, вам нужно будет... Если он у вас будет сидеть на фиксаторе, вам нужно будет его вот так в кипяточек, в кружечку поставить минут на пять. Потом достать, разложить. Вот так вот в край... Вот подложить салфетку. Давайте, у меня есть даже вот так салфетка. Вот так салфетку. Вот так положить клинок. Вот так стараться его вот в этом месте взять на излом в разумных пределах. И вот здесь вот откручивать отверткой. И тогда вы сможете раскрутить. Ножом я очень доволен. Интересный. Титановый он все-таки такой приятный. Но, честно скажу, я бы с удовольствием посмотрел на бюджетную версию. Потому что, наверное, она все-таки для повседневки будет предпочтительней. Потому что титан, он имеет свойство царапаться. Он все-таки тяжелее. Я думаю, что версия на G10 будет весить, ну, наверное, грамм 75-80, а не 95, как это. Но сама модель мне безумно понравилась. Потому что вот форма клин, напомню, мне очень напоминает эту перпету. Прошу прощения за эту автологию. Вот. И резать им просто кайф. Вот такое сегодня видео. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Все ссылочки в описании. На этом и все. Всем спасибо. Пока.